Всем привет! Меня зовут Виталий Штибин. Это канал YouTube Этнографика. И сегодня мы начинаем новый цикл «100 лет войны и мира на Кавказе», в котором я буду в виде таких подкастов с комментариями озвучивать разного рода мемуары, воспоминания, какие-то фольклорные сказки, рассказы и так далее, посвященные именно событиям Кавказской войны, предпосылкам ее, последствиям, то есть этот весь длительный период. То есть мы здесь будем говорить не о самой войне, как таковой, не исторической ее подоплекой, а о том, как ее чувствовали, видели люди. Мы будем говорить, во-первых, о Кавказской войне, как термине, и о 101-летней Кавказской войне все-таки. Почему Кавказская война? Они, как некоторые любят, русско-кавказскими называют. Я считаю этот термин неправильным, потому что это не была война русских с кавказцами. Это была война Российской империи с группой кавказских народов, которая длилась, скажем так, очень долго, которая то там, то там вспыхивала на разных фронтах Кавказа, так скажем, и в которой было втянуто огромное количество самых разных государств, народов, обществ. И эти государства, народы и общества находились как с той стороны, так и с этой, и менялись местами часто. То есть здесь вообще нет какой-то однозначной стороны. Среди кавказцев было много таких, кто служил и на российской стороне, и в сопротивлении. Часто бывало так, что они переходили, менялись местами даже. Одни переходили на русскую сторону, а другие перебегали обратно к своим, сражались уже против своих бывших начальников. Поэтому здесь нельзя говорить о какой-то конкретике «те против тех», поэтому здесь даже российская кавказская неприменима, и поэтому мы будем говорить о кавказской войне по месту событий. То есть война шла на Кавказе, по примеру, как северная война шла на севере Европы, она северная. Для XIX века и для XVIII уж точно это было нормальное явление, так называть эти войны. Что касается стали однолетнего срока, я считаю, что все-таки горячая фаза, она может и была в 1820-х годах, 30-40-х и уж точно 60-х. Но все-таки до этого был ряд конфликтов, довольно обширных, которые можно назвать либо холодной войной, либо, как сейчас модно говорить, гибридной войной. Поэтому по-хорошему все-таки 101 год, и этот термин, я считаю, не родившимся в 90-х годах в республиках, непорожденным историками, потому что его можно встретить, например, у того же москвича в его сборниках-путеводителях дореволюционных по Российской империи для туристов в 1913 год. Там он говорит о столетней бравой войне, в которой кавказцы сопротивлялись Российской империи и ее завоевательным мотивам. Итак, мы сегодня начинаем с событий предыстории этой войны, точно из далекого 1730-х годов к 60-м, когда был основан город Моздок, и начались столкновения уже довольно крупные российских властей и кабардинцев, связанные с уходом и крещением их крепостных в крепость Моздок и Калепест Кизляр, их сопротивление этому процессу, попыткам и провалу этому сопротивлению с уходом в горы и переходом многих на полноценную прям поддержку турок. Кратко скажу, что произошло до основания Моздок. В 1735 году, когда Персия помирилась с Турцией, а Турция начала войну с Россией, в России было вынуждено петровские завоевания отдать Персии обратно, чтобы заручиться союзничеством, и срыва крепости Святого Креста построила город Кизляр, отодвинувая границами по Тереку. Тогда были большие проблемы, связанные с тем, что Турция все-таки еще доминировала как мощная держава в Османской империи с ее вассалом, крымским ханством, которые постоянно претендовали на территории Северо-Кавказа. Сюда заходили, воевали с кабардинцами. Кабардинцы, в свою очередь, не были едины. Большая Кабарда и Малая были разделены. Большая Кабарда между собой билась две крупные партии княжеских фамилий, Баксанская, так называемая, и Кашкаутавская, названная по горе Кашкаутав, на пути в Верхнюю Балкарию. Они между друг другом боролись, постоянно пытаясь втягивать все время то Российскую империю, то крымских ханов, постоянно менялись свои позиции. То есть здесь нет какой-то однозначной такой версии, что та или иная сторона была пророссийская, а другая право турецкая. Нет, они постоянно меняли свои предпочтения, с кем в союз вступать, выступали за деньги и за жалования на стороне России, воевали. В религиозном вопросе территория была тоже сложная. Кто-то из князей тянулся к исламу, кто-то к православию. При этом они формально весьма относились к религии, а большая большая часть массы жителей Кабарды, например, они вообще были язычниками, ну как язычниками, а приверженцами своей родной старинной религии адыгской. И в этих условиях, конечно, вот шла война всех перед всех, друг на друга постоянно нападали. Российские власти привлекались князьями для того, чтобы пытаться их примирить между собой. В 1950-м годам, вроде бы, процесс сначала пошел, сближение было, даже подселялось к шкултавской партии к Баксанской. Потом опять они разругались и разошлись. Малая Кабарда и вовсе была постоянно объектом для нападок со стороны Большой Кабарды, более слабые князья. Малая Кабарда находилась в равнинных территориях Северной Осетии и Чечни и Ингушетии современных, контролировала путь в Грузию. Естественно, это давало определенное преимущество малым кабардинцев в союзе с Россией и их больше сближало, конечно, с Россией. При том, что на них нападали еще и кумыки. Кабарда по результатам русско-турецкой войны в 1739 году по Белградскому миру стала таким буферным независимым государством, признанным и Османской империей, и Российской. Но при этом каждая из империй пыталась свои дела решать косвенным образом внутри кабардинских территорий. Турки часто за счет своих вассалов-крымчаков, которые содержали там у кабардинцев гиреев, то есть младшие ветку султанов, ханычей, через них влияли политически. В свою очередь Россия, она сделала ставку на религию. То есть, изучив остатки множества этих храмов на территории Осетии, Кабарды и Карачаева, которые оставались от Алана и Грузин, при посреди грузинского царя Вахтанга IV, который приезжал в Россию, была основана специальная духовная миссия в Осетии, которой очень помогали малокабардинские князья. И они начали массовое крещение. Начало с Осетии. Крещение людей и крещеных перемещали в Моздок, точнее в Кизляр сначала. В Моздоке только пост небольшой стоял, через который все это проходило, что вызывало неудовольствие кабардинских князей. Крепостные уходили, они часто обращались с требованиями, чтобы обратно их выдавали. Российские власти отказывались, мотивируя тем, что если грузины-армяны перешли, то они христиане. Мы христианам мусульманам не отдаем. А если перекрестились, ну это их право, если говорить о кабардинцах. И этот процесс все более и более усиливался. Надо понимать, что в Кабарде до этого были восстания крестьян против орков, князей. И на этом фоне опять обострился этот конфликт. То есть крестьяне уходили, крестились от притеснений и орков, или когда они что-то требовали от них, а не получали желаемого, ну допустим, улучшить свои условия. И тоже пользовались тем, что брали, укрестились, уходили к казакам или к кризлярам. Этот процесс стал неконтролированным, амбальным. По сути дела, тут еще крымские ханы периодически нападают и отнимают абазинских подданных. Надо понимать, что Кабарда того времени, став независимый, почувствовав себя сильной, скажем так, при поддержке, так скажем, гарантиях со стороны России и Турции, начало ущемлять все остальные народы. Чеченцев, ингушей, осетин, абазин, кончайцев, балкарцев и так далее. То есть они их, позагнав горы, фактически заставили платить дань за то, чтобы иметь возможность выхода на равнины для выпаса скота. И, естественно, когда еще крымчаки нападали и отбирали этих подданных, уводили их за Кубань, Кабардицы с ними бились, несколько раз побеждали, несколько раз проигрывали, но старались их обратно выручить. Опять же, за Кубань черкесы тоже неоднозначно относились к этой ситуации. То есть имиргоевцы, вроде бы вечные такие подданные вассалы, лояльные крымскому ханству, тоже иногда восставали. Их крымчаки били и требовали потом с них выставлять людей для нападения на Кабарду. Очень-очень сложная такая обстановка пестрая на Павказе в то время была. И усиление вот этого столкновения привело к тому, что российские власти, пытаясь помирить главные две группировки князей в Большой Кабарде, поняли, что этот процесс уже окончательно зашел в тупик, безрезультатен, что российскую сторону втягивают, в том числе в междоусобные разборки, что начинается серьезное сопротивление крестьян и решили построить в Моздоке крепость на самой ближайшей дистанции для того, чтобы иметь возможность держать войска на готове. С постройкой этой крепости малокабардинский князь Курок-Нанчокин перешел в христианство. Это был очень громкий случай и, перейдя в христианство, он остановился в Моздоке, приезжал в Петербург, царица объясняет свою позицию и стал врагом номер один для Больших Кабардинцев, которые начали за ним охоту, фактически пытались его убить. В то же время они пытаются угрозами и посылами и всякими уговорами обращаться к Российской империи, чтобы все-таки возвращали крепостных, которые начали активно селиться во втором округе Моздокской крепости. Им отказывают, поэтому они пытаются переселить крепостных на Куму подальше, на реку Куму подальше Верховья от крепости Моздок. Крестьяне восстают огромным лагерем, становятся на границе с Российской империей, имеют такую неформальную поддержку с ее стороны, что вызывает еще больше гнев и Кабардинцы угрожают, что если не дадут разобраться со своими крепостными, то они уйдут просто в горы. При этом они пытаются заручиться поддержкой крымского хана, уговорить его напасть на крепость, пытаются договориться с нагайцами, темиргоевцами, абазинами, создать союз для нападения на Моздокскую крепость. Но все эти планы проваливаются, они уходят потихонечку в горы, начинается военные действия, начинается новая русско-турецкая война, и все завертелось, началась Кавказская война. Об этих событиях у нас нет много мемуаров хороших, таких интересных, поскольку все-таки в 18 век еще не настолько много людей образованных, грамотных и умеющих писать красивые мемуары. В основном казенщина такая, бюрократическая. Поэтому в этом выпуске я поделюсь с вами фольклором кабардинским, в частности это рассказ Дамалей о крестьянском восстании в Кабарде. Там немножко, конечно, смешаны времена события и люди, но в общем целом они отражают эту эпоху очень хорошо. Это рассказ Эль-Мурза про перекрестившегося князя-генерала Пшиорка и столкновения с кабардинцами. И ряд песен матери и сына, например, песня вот этой вот сложности бытия о мирной жизни, о бреческой военной жизни. И они отражают как раз эту эпоху. Мы начнем с этого, но постепенно будем все больше включать мемуаров помимо таких более живых, биографических, которые будут показывать нам, как развивались события в то время на Кавказе по всему ему фронту. И прежде чем мы начнем, я напоминаю, что данный канал существует за счет ваших пожертвований, подписок, спонсорства, поэтому буду рад видеть вас в числе спонсоров канала, подписчиков. О том, как это сделать, смотрите в описании к данному видео внизу, через YouTube, можно сделать через сайт Patreon и через Boostitu. На этом такое предисловие мое длинное заканчивается. Переходим к, собственно, чтению текстов. Спасибо за внимание. О предистории постройки крепости в Моздоке. И здесь я хотел бы поменять в связи с этим несколько интересных, очень коротких документов, скажем так. В первую очередь это мемуары Джона Кука, шотландского врача, хирурга, который путешествовал по России. Был принят на русскую службу, участвовал в войне с Турцией. Как раз в 1737 году, в 1739 застал эти годы. Я был долгое время в Астрахани. Вот, значит, что он писал об Кизлярине, например. Русские построили город, называемый Кизляр, приблизительно в 60 верстах от Каспийского моря. Когда я был там, там кончали постройку мощного земляного укрепления, в котором держат гарнизон в 500 человек регулярного войска и около двух или трех тысяч казаков. Русские дали также казакам право построить города на берегах реки Терек. Эта река течет с запада на восток через плодородную страну больше чем на 150 верст в длину около города Кизляра. В ней много рыбы, в особенности большое количество прекрасных лососей. А вблизи устья, где она впадает в Каспий, встречается большое количество осетров. Город Кизляр лежит на 44 градусах широты, и поэтому климат там не может быть очень плохим. Тем более, что страна хорошо вращается реками, представляет из себя ровную местность, и город построен почти посередине той местности, которая, собственно, принадлежит русским. Ну и Кизляр, еще раз, новый город и, следовательно, незаконченный. Он может вместить шесть или семь тысяч жителей, кроме гарнизона и других лиц, принадлежащих к войску, состоящих из русских казаков и туземцев страны. Коротко говоря, это бедный и грязный город. Там имеется только две лавки. Черкесы милые и красивые, хорошо сложенные люди, как мужчины, так и женщины. Обычно они высокого роста и являются хорошими солдатами. Их оружие состоит из стрел, Луков и Сагмитаз. Что-то нерасшифрованное, в общем. Тем не менее, они метко попадают с одного выстрела из нарезного ружья. Большинство людей имеют агнестримные ружья. Те, которые находятся под защитой русских, управляются собственными князьями, главный из которых называется Бекович. Он генерал-майор ирегулярных войск русской армии, но он никогда не получал приказа покинуть Черкесию. Те, как думают, он может принести большую пользу империи. Имеются другие черкесские князья, находящиеся под властью русских, совершенно независимы друг от друга, но не так уважаемые, как он. Хотя черкесы достаточно почитают своих князей, однако последние все-таки не в силах полностью принуждать их к какому-нибудь делу, если они сами не склонны к нему. Поэтому всегда необходимо привлечь большинство на свою сторону, и князь принужден делить добычу, так как во время набегов каждый имеет право на ее часть. И если князь когда-нибудь получает подарок от императрицы, что бывает часто, каждый из его подданных ожидает свою долю, если подарок можно разделить, или что-то равноценное, если вы этого сделать нельзя. Те, которые находятся под властью русских, лишь не настолько являются их подданными, насколько клянутся подчиняться общим законам, не противоречащим как русской, так и собственной пользе. Но русские никогда не предлагают задевать их религиозные дела. То есть, напомню, это 1739 год, пока еще не началась эта компания по украшению. Черкесы носят тоги или длинные одежды, их волосы коротко острижены так, что на расстоянии, когда они не покрыты, можно подумать, что они носят маленькие шапочки. Они бреют все, кроме усов. Когда они сидят на лошади, у них к седлу прикреплена сабля под левым ведром, а другая висит у левого бока. Это выдержка из путешествия и странствования по российскому государству, татарии и по части персидского королевства, голова 21, Джон Кук. А вот что пишет другой путешественник, Иваган Лерх, тоже доктор, военный врач. По-русски его звали Иван Яковлевич. Дважды он побывал на Северном Кавказе, уже чуть позже, в 1745-47 годах, был членом российского посольства в Персии. Он в Германии в 1791 году опубликовал свои выписки из дневника путешествия в 1733-1735 годах. Многие кабардинские князья состоят под русским покровительством. Они доставляют в кизляр скот и разные плоды, особенно сливы и абрикосы. Кабардинцы не имеют никакой монеты, они меняют свои товары на другие. Гербинские казаки разводят много винограда. Туда ходят армяне из кизляра, которые для безопасности обзавелись кунаками в каждой деревне. Из кабарды возят черный дикий хрен толщиной с ледвею, то есть бедро длиной до полулоктя приятного вкуса. Я сам ел. В Астрахани живут нагайские, казанские, хивинские, бухарские, трухменские татары, индусы, французы, итальянцы, немцы, шведы, англичане, кабардинцы, коровоплаки, персы и греки. А в апреле обдавевшая калмыцкая ханша Дандука Аунбо с несколькими сотнями калмыков крестилась и приняла греко-российскую веру. Она была дочерью кабардинского князя и имела трех сыновей, которые потом воспитывались в кадетском шляхтинском сухопутном корпусе и теперь уже офицеры. Это вот как раз о той ханше, которая основала род Дандуковых. Ну и, как обещал вам, несколько выдержек из кабардинского фольклора. В частности, рассказ Дамалеева войска. Так называется войско Тлухукотлов, тфакотли независимых общинников. Они боролись против пшиорков, то есть князей, в 1754 году. Ну, в данном случае, скорее всего, ошибка в дате. 64-й год. Произошло это между Чигемом II и Лашинкоем, там, где было селение Кундетей. Сам Мемрыка Дамалеи был тфакотль. Он долго носил в сердце ненависть против пши-вгнетателей. В те времена считалось преступным не то, чтобы отказаться от выполнения приказа пши, а даже слово сказать против господина. Кто прикосновил его воле, назывался Жасаром. А у Жасара отбиралось все имущество, и вся его семья становилась холопской. Дочь превращалась в унаутку, то есть рабыню, продавалась в неволю. Отбиралось имущество сыновей, и их семьи разорялись. Хотя бы сыновья жили отдельными хозяйствами. Страшно было стать Жасаром. Дамалея как-то сказала несколько слов против пши, и был объявлен за это Жасаром. Расправился с ним пши, как принято было расправляться с Жасаром. В те дни дал Дамалей крепкую клятву до конца бороться с пши. Стал он сговариваться с флакотлями, и вскоре собрал Дамалей боевой отряд. В Чагем реке стали стекаться со всех сторон кабарды и тфакотли. Ой, и много же их сошлось. Будем воевать с пши, говорили они. И надо нам до конца биться, чтобы не досталось ни одного пши на нашей земле. И верили люди, что добьются своего. Так много их было, что они и без оружия одними попахами своими могли бы забросать пши орков и всех уложить. Чтобы проверить, сколько собралось войско, Дамалей велел каждому воину взять камень на берегу Чагем реки и принести его к установленному месту и положить в кучу. Камни были снесены, и образовался огромный холм. И поныне стоит этот высокий холм из камней, и на нем не растет трава. Некоторые говорят, что войско Дамалея нагромоздило три высоких холма, но у них сейчас никакого следа от двух. Один только возвышался на берегу Чагем реки. И сказал Дамалей «Разве мы хуже отцов наших? Какие были свободными?» И повторила войско Дамалея. «Разве мы хуже отцов наших? Какие были свободными? У нас есть хабзы, завоеванные нашими отцами. Мы должны либо погибнуть, либо освободиться от рабства. На худой конец нам бы восстановить хабзы, завоеванные отцами в каратеке». Вот так говорили люди из Дамалея войска. Меньшенство же сразу требовало, чтобы не бериться с каратек-хабзы, а биться до полного уничтожения всякого рабства. Большинство, однако, боролось только за каратек-хабзы. А случилось-то это потому, что сумели мулынам поклать народ. Дело шло так. Соорудили земляные укрепления для защиты войска Дамалея, и пошло в наступление. Не раз и не два громила она войска пшеворков. Много могил было вырыто войском Карахалка и его лопатами. Перепуганные пшеворки подослали своих людей и стали те люди говорить. Зачем нам людям одной крови драться? Сколько добра погибнет, сколько крови прольется. Пши все сделали для Карахалка, что указано в Шариате, а облегчения большие дадут. Главными помощниками пшеворков были мулы. Мулы говорили, если вы будете уничтожать наместников всемогущего Аллаха, пши и великое страдание предстоят вам на этом свете, где бесконечные муки и радость. Станьте геурами. Аллахам установлено, что есть пши и есть тфокотли. Аллахам установлено, чтобы вы подчинялись, а пши управляли. И мулы приостановили развитие войны. Устрашены были многие тфокотли, и возник войск Дамалея раскол и разброд. Меньшинство на том стояло, что нужно уничтожить весь порядок, при котором вы господствовали пши. Нужно дотла выжечь пши ворков, но большинство, в том числе и сам Дамалея, решило согласиться на том, чтобы принять уступки пши и помириться с ними. Если бы не мулы, иначе пошло бы все дело. Те тфокотли, которые на поступки не пошли, видя, что сил у них мало, все же, не желая мириться с пши, покинули родные места и переселились к Моздоку, где не распространялась власть пши. Условия, на каких тфокотли согласились прекратить войну с пши, были таковы. Никто не может быть объявлен жесаром за то, что будет прикословить пши. Если тфокотли изыщет средства выкупить свою голову, ему препятствий не чинить. Если тфокотли не посильно работал пши, последний найдет трех покупателей и сам тфокотли выберет, кому перейти. Если пши убьет тфокотли, он платит возмещение крови по цене крови пши. Если тфокотли убьет пши, платит, как за тфокотли. Тфокотли может жениться на ком пожелает, не спрашивая разрешения и на брак. И дети тфокотли не могут быть впоследствии пшитлями. Если дочь пшитля выходит замуж за коколым, получает полностью на руки сам пшитель. Как хякш пшитля плачивает пши 40 рублей. Если пши вымирают, то хякш из колыма в дочери пшитля передается наследникам пши. Дети женщины, освобожденные от состояния пшитля, не могут быть сделаны пшитлями. Дети освобожденного пшитля не считаются пшитлями. Пусть они свободно работают для себя и своей семьи, а пши в их дела не вмешиваются. Мам с рыга до малей объявляется свободным и будет жить где ему угодно. Взятая у него, ему возвращается. Уорки, перепуганные войной тфокотли, сложили против них песню, начало которой таково. «Ой, да малей ты наша напасть! О, да малей его войско! Ой, тфокотли его войско! Огромное войско! Ой!» Но потом, чтобы вытравить из памяти эти события, пши стали запрещать эту песню. Тем более, что скоро все, чего добилось тфокотли, было от них отобрано. Ушедшие на моздок говорили потом оставшимся. «Вот мы были и правы, нет мира между пши и тфокотли. Надо было истребить пши ворков. Плохо было тфокотли. Если пши резали скот, то долей тфокотли было только горло и требуха». Вот не знаю, было ли что говорено об этом в условиях дамалеи или нет. А что до Каратека, то он находится там, где теперь станица Пришипская, недалеко от Котляревской. Еще до дамалеевой войны пши и тфокотли воевали с пши. Точно неизвестно, когда это было, но толкует так, что лет за полтора статна дамалея. Тогда в фокотли завоевали большие права, и вот, когда пши пошли против этих прав, дамалеевая войска и поднялось против пши. Кстати, стоит отметить, что Потапов, кризлярский комендант, писал в своей записке, в момент восстания фокотли этих, о том, что российские власти действительно и сами перепугали, что крестьяне эти доедут до того, что и перебьют всех князей. В комментариях к этому фольклорному рассказу в книге «Кабардинский фольклор» издательства «Нальчик» есть такие слова. В 1769 году был такой действительно исторический факт, что черный народ, в кавычках, настоял на вынесении постановления об облегчении и притеснении черного народа содержать точно на основании обычаев, предков и отцов. Сомнительно, чтобы эти большие уступки велись результатом чего-либо иного, чем давление, оказанное восстанием. Дополнительно озвучим еще песню «Тфокотли» из кабардинского фольклора конца XVIII века. Песня, как бы, раздиалог между матерью и сыном. Мать, эй, слушай меня, мой сын, не по праву тебе твой отец, да вот каков был твой отец. В низкой доле он возрос, но злые пши его слова слушали. Только весна наступит, он им сено возил и землю пахал, а как крикнет «Эй» во всю мочь, каждый встречник задрожит. Сладко пили в его доме, ездил с коровой за арбой. Кормит по их голодных пши, ускрещение семи дорог. Скажет «Так надо» или «Этак», и никто того не приступит. Настанет пора пахать, за саху он первый берется. Воробьи запрыгают весною, он уже запрягает за колиями. А вздумал плести плетень, ломает колия руками. То он ездил за хворостом и сплетал для сарая двери, то крепил плетни канатами. Так он трудился день и ночь. Голодные пши не раз придут, не приютил ли богатый Туфокотль. Их твой отец приглашал в дом. Не сидел я, сажая руки. Сладко было мое питье и тарелки мои чисты. Я гостей поила, кормила, у кого рубаха сгрязнилась, чистую рубаху давала. Изорвала всякого одежда, зашивала тому одежду. Кто брать ничего не хотел, тех отец ударил тайном. Сын. Он бегал за ними без шапки. Мать. Нет, мой сын, ты не прав. Уорку и пши покорствуй, а в сердце свое держи. А скажут завтра твой черед. От работы не отлынивая, призовут тебя на битву. От битвы не отказывайся, от пули не хоронись. Сын. Эй, мать моя двоязычная, ты неладная сказала. А что из дома отлучаюсь, так то мне только в заслугу. Что от русских добыл, все тебе. На одежде твоей не дырочки. Лисей шкурой ты укрываешься, тешишься мехами дорогими. Вот достали у тебя белые ваты. Хвалят меня друзья. Достойный сын, говорят. Захочешь воды попить, приношу в серебряной чаше. Я велел от себя саблю сковать из отцовского молота, из мотыги отцовской. Сковать велел лезвие. Кузнец сковал их на совесть. На сына пши размахнусь. Лезвие уйдет под лопатку. Я не раз бывал за рекой. Пши трепещут мои сабли. Нормят объехать сторонкой. В набегах нет меня лучше. Через чащу все едут за мной. При луне разыщу я брод. Друзей девлю удальством. Замкнут перед нами ворота. В раз их высажу плечом. С кольчугой не расстаюсь. Отстань же, мать. Мать. Эй, слушай меня, мой сын. Не понравил тебе твой отец. Да вот каков был твой отец. Были острые его вилы. Лопата, как бумага тонка. Мешки его были дороже вола. Пару олов он берет от росы. Придет он, бывало, в хлев. Так и лежит его корова. А когда стучат молотком, не могли надевиться соседи. Колья забьет. Так уж крепко. Палка его не хуже ружья. А уже стер был топор. И прочни веревки не лопнут. Не ломалась его лестница. В лес, бывало, соберется. Запряжет он своих боков. Дров навезет по суше. Дерево, где орлы гнездились. Где лебеди ночевали. Навалит ворбу и везет. Разожжет огонь моя женка. Вспомнит и валежнику подбросит. За арбою с песней шагает. А когда подойдет к воротам. Разве жена усидит на месте? Спешит открыть ворота. Отпрягает из арбы быков. И к столу сена опускает. Пусть отец в низкой доле возрос. Да сравнялся с самим пши. С шубой лучше оденется. Да на лучшую палку обопрется. Так он к дому подходит. Подложу лучшую подушку. Двух курс зажарю в масле. Небось немало проголодался. Остренож берет он в руки. Кусок за куском отрезает. А станет усы подкручивать. Не могу наглядеться. Нет, мой сын, ты не прав. У ворку и пши покорствуй. А в сердце свое держи. Скажут завтра твой черед. От работы не отлынивай. Призовут тебя на битву. От битвы не отказывайся. От пули не хоронись. Сын. Эй, послушай, моя мать. Так отец герой, говоришь? Кашу ел и болтала во всем. С ним меня и не равняй. Сошлись раз войско двух ханов. Друг против друга стали. Обои начать не смеют. Я между них проехал на гору. Трое, вижу, за мной едут. Ведут такой разговор. Забросим всадника с седла. А лошадь себе возьмем. Как услышал я их речи. Подпустил их к себе поближе. Не из Крыма ли вы всадники злые? Так держитесь, получайте. Сказал Иркою под бурку. Вынул саблю с тремя остриями. Всех трех пши из седла повыше. Вырезал у них глаза. Запрятал сумку и домой. С женой в постели спал. Не стал ничего рассказывать. Разоболтать бы про все дела. Несладко пришлось бы от соседей. А трое всадника пши, что шапки лохматные носят, и за столом похваляются, проследили след на поросе и наткнулись на тела. Платья с них одни сняли. Заладели оружием и вернулись к ханскому войску. Видят люди у них копья. Стали спрашивать, пытать, откуда такая удача. Я молча стоял в сторонке. Всадники пши отвечают. Тогда ночью вы прогалдите, и прошлую ночь все галдели. Мы ж тихонько вышли из строя и трех врагов зарубили. Глядите, вот их оружие. Но скоро обман открылся. Лживые пши просчитались. Правду узнало все село. Тогда за три крови пши им назначили выкуп. Отобрали все их добро. Добра у них не хватило. Трех сестер в придачу взяли, а меня и враги хвалили. У кого я трех пши зарубил. Облажали, угощали меня. Чтили вани мою доблесть. Достойным меня называли. Заговаривали наперебой. Меня гладили по голове. Цену себе я знаю. По заслугам места хочу. Так отстань же, мать, не болтай. Мать. Эй, мой сын, слушай меня. Что скажу тебе напоследок? Помню в верхний конец селения. Я пришла на Кадес. Слышу пши числом восемнадцать. Говорят между собой. Богатый у нас Фокотл. Убьем-ка, отберем деньги. Да не было с ними старшого. А пши старшой возвратился. Рассказали про уговор. Не по нраву ему пришелся. Пригодится от Фокотл в селе. Не след таких убивать. А добро заберем полегоньку. Посланец пришел к нам утром. Греться сел у огня. Обогревший сказал отцу. Восемнадцати всадникам надо дать восемнадцать седел. Тот послушно седла достал из восемнадцати сундуков. Эти седла унес посланец. Прошло короткое время. Вернулся к отцу посланец. Восемнадцать, мол, всадников, пши. На вершине холма стоят. С тебя требуют денег. Коли денег не отдашь, пши живым тебя не оставят. Как вскочил тогда отец. До посланца зарубил сабли. А сказал ты попусту, болтаю. Сын. Эй, послушай, моя мать, я встречался с этим пши. Я на лошади ехал верхом. Восемнадцать пши на траве лежат. Вынул я саблю из-под бурки. Уложил я двоих на месте. Засек троих неподалеку. В лесу еще одиннадцать. Одного прочь прогнал. Восемнадцатый в горы по тропке узкой ушел. От него-то пши опять пошли. Ну и в заключение расскажу еще одну из габардинского фольклора. Историю под названием Эль Мурза. Которая немножко такая перепутанная. Не о том человеке рассказывается. Не те события к нему привязываются. Но так или иначе она хорошо отражает Эту эпоху перехода в Моздок. Многих владельцев. Эль Мурза Кайтуков был старше своего брата Асламбека. Асламбек уклонялся от воровских набегов. Он хотел быть честным вуали. Как-то Эль Мурза приехал в гости к Асламбеку. Чтобы получить себе в дар козу, он привез с собой много напитков и разных кушаний. Асламбек созвал своих друзей. В числе приглашенных был и Казноков. С весельем распили привезенный Эль Мурзой. Гость стал собираться в обратный путь. Тут Казноков предложил Эль Мурзе свою козу. Эль Мурза с благодарностью принял от него дар, заявив, как только твоя коза принесет козленка, я ее в тот час возвращу тебе. Эль Мурза уехал. Настала весна. Коза принесла приплод. Тогда Казноков отправился к Эль Мурзе. Если только возможно, будь добр, возврати мне, пожалуйста, мою козу. Я беден, у меня ведь ничего нет. Эль Мурза рассверепел и сказал, что ты там болтаешь, собачьи отродья. Я и над тобой, и над козой твоей, господин. Бедняка Казноков отправился к Асламбеку. Добрый и милостивый вали. Я обижен Эль Мурзою. Он мне не возвращает той козы, какую взял у меня только на время. Как мне быть? Асламбек разневался на Эль Мурзою и успокоил Казнокова. Ничего, бедный ты человек, не горюй. Я все сделаю, и он возвратит тебе козу. В это время о вселене исправлялся большой праздник Тха. И Асламбек и Эль Мурза были приглашены на этот праздник. Эль Мурза приехал вверхом к Асламбеку, и тот предложил гостю отправиться вместе туда, куда их обоих просили прибыть. Их встретили приветливо, крепко напоили. Когда гости намеревались уезжать, собравшиеся стали просить Асламбека, чтобы он им показал свое умение владеть конем. Асламбек уваживал просьбу, и тот подскакал к Эль Мурзе с такими словами. — Отчего это ты не возвращаешь Казнокову его козу? — Что такое? Пусть придет, заберет свою козу, — ответил Эль Мурза. — Нет, ты ведь не отдаешь, и Асламбек трижа хлестнул Эль Мурзу плетью. Вот так произошло то, что заставил Эль Мурзу покинуть родину. Взял он с собой жену и уехал. Отправился к Эль Мурзу царю. Говорит Эль Мурза царю. — Я был пшик оборды, а теперь царь решил послужить у тебя. Царь обрадовался. — Ладно, пусть так будет. Сейчас ждал Эль Мурзе офицерский чин. Некоторое время Эль Мурза царю офицером служил, потом даже генералом стал. Так Эль Мурза генерал и состарился. Эх, он уже не горьёй. Сил у него нет. Какие были тогда, когда Эль Мурзу царю на службу поступил. Эль Мурза зрение потерял и теперь из дому совсем не выходит. У него был сын по имени Тимир Балет. Он обучался в школе. В те времена в своём селении на Псыже, то есть на Кубане, жил Карамыза. Он был воврождец с русскими, делал на них набеги и воровал русских коней и женщин. Русское население прислало своему царю жалобу. Тогда царь сказал, тому, кто поймает и приведёт ко мне живым Карамызу, я дам много золота и сделаю его генералом. Дошла эта весть до Эль Мурзы. Эль Мурза отправился к царю и говорит, если ты это доверишь моему сыну, то он уничтожит селение Карамызы, а его самого приведёт к тебе. Царь дал согласие. Тимир Балет взял столько войск, сколько ему было потребно и обложил ночью селение Карамызы. В этом войске было два брата Акагуровых. Они стали задумываться над тем, что зря пропадает селение. И вот говорят они друг другу тихонько, надо нам спасти селение от грязящей ему беды. Пошли они к Карамызе. Тот вышел на их зов. Они отдали приветствие, салям. Карамызай спрашивает их, кто вы, откуда, что вам надо было. Мы братья Акагуровы отвечают. А это из тех, кто стали геурами, говорит Карамыза. Да, это мы и отвечают. Как же вы осмелились произнести приветствие селям, гневается Карамыза и кричит. Пошли вон. Мы уйдём, но только позволь нам перед уходом сказать тебе два слова, говорят братья Акагуровы. Говорите. Твое селение, Карамыза, сейчас обложено войском Тимир Балета, сына Эльбурзы. Всё селение пропадало, сказали братья. Но Карамыза не захотел поверить им и прогнал их со двора. Хочешь верь, хочешь нет, но мы сообщили о том, что угрожает тебе и твоему селению. С этими словами братья отправились назад к войску. В час утреннего намаза войско Тимир Балета вторглось в селение. Карамыза только что поднялся от намаза, как солдаты ворвались в его двор. Он быстро вставал со стены ружьё и выбежал из дома. Но не успел он сделать и одного выстрела, как был, убить на повал. У него было две жены. Одну звали Эльмесханы, другую Ханижиго. Обе бросились на труп Карамызы, но солдаты не допускали их к телу. Тут подошёл офицер сам Тимир Балет и оттолкнул одну из них. Она была дочерью Шумаха Шагена, а Шумаха был силач. Он вскочил на коня и вырвал силой из рук солдат свою дочь. Селение было разгромлено. Войско вернулось домой к царю. Когда престарелый Эльмурза узнал обо всём, он несказанно обрадовался. От радости он придал на руки собачонку и укусил её за ухо. Царь дал Тимир Балет члену полковника, а также подарил ему пленную жену Карамызы. Хажретам предложили признать власть русского царя, то есть тем, кто сбежал в горы. Тогда Хажрета послали своих людей кабардинцам, чтобы обсудить дело. Ни Хажрета, ни кабардинцы не желали быть прогласными русскому царю. Когда об этом сообщили царю, он немедля послал на них большое войско. Вождём Хажретов был Срули Мыза. Он вступил в бой с царским войском. Три дня и три ночи продолжался бой. Победили русские, они захватили в плен самого Срули Мызу. Тогда народ из селения Срули Мызу сказал Тимир Балету «Тимир Балет, мы просим тебя, задержись у нас, погости немного, мы так рады, что ты прибыл к нам». Полковник согласился погостить, с ним остались ещё три офицера. Когда встала ночь, народ собрался возле того дома, где пьян стал Тимир Балет с офицерами и схватил их. Тут же их и зарезали. С Тимир Балета содрали кожу, сделали из него чучело, набили соломы и сверху напялили полковничий мундир. В это время старик Эль Мурза проживал в большом кизляре. Его младший брат Исламбек решил вернуться его на родину, поэтому отправился к нему вместе с ворками. Старик узнал брата, пригласил его к себе в дом, угостил его, а потом спрашивает гостя «Ну теперь расскажи мне о своих делах и намерениях». «Дорогой наш брат, ты пши, но пши заблуждающийся», говорит Исламбек. «В чём моё заблуждение? Скажи, пожалуйста, спрашивает Эль Мурза. Твоя ошибка на груди у тебя, это крест», – отвечает Исламбек. «Ну, гости дорогие, вы обождите немножко, я выйду», – сказал этот старик. Покинул гостей, а затем вернулся, неся большой кусок железа, и говорит «Вот, глядите, это железо страшно тяжёлое, но я согласен носить его всю мою жизнь, лишь бы снова не принимать той веры, за какую сейчас стоит мой брат Исламбек. Что крест? Он не так-то уж тяжёлый». Гости встали с мест. «Пусть вечно над тобой будет проклятие, отныне ты мне не брат, и пусть никогда не просит тебя Аллах», – сказал Исламбек. «И уехал прочь вместе со своими уорками». В общем, такая вот история получилась. В следующем выпуске, в следующем подкасте или видео мы пойдём дальше к развитию событий русско-турецкой войны, постройке Азова, воздокских укреплений, укреплённой линии. А пока всё. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на этом канале. Комментируйте, делитесь с друзьями. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok